Добрый день, дорогие друзья! Пару недель назад я представил вам видео, оно называлось «Свободные люди». В ролике рассказывалось об активисте «Открытой России» Дмитрие Скурихине. Судя по вашим комментариям и просмотрам, история вас заинтересовала. Поэтому сегодня я продолжу разговор о персональном опыте оппозиционной политической деятельности. Ведь в последнее время я, бывает, сталкиваюсь с какой-то апатией и опусканием рук. Мол, ничего не изменить, все плохо, Путин с нами навечно. Это не так. Эта точка зрения специально насаждается Кремлем. Это им хочется, чтобы все сидели тихо, ничего не делали. И поэтому именно на это нацелены и законодательство, и правоприменение, и, главное, пропаганда. Нужно ли нам идти на поводу желаний власти? Ну, конечно, нет. Наши интересы ровно противоположны. Обществу необходима гражданская активность. Вы спросите, что делать в условиях запретов и репрессий. Ну, вот давайте об этом поговорим. Мои коллеги из «Открытой России» подготовили ролик про нашего тверского товарища Артема Воженкова. Посмотрите это видео. На самом деле власть при всей своей внешней силе, при всей такой кажущейся маскулинности, она боится. Боится митингов, боится протестов, боится того, что люди колеблющиеся перейдут на нашу сторону. И мы делаем все, чтобы это произошло. Привет, меня зовут Артем Воженков. И сегодня я покажу вам, чем мы тут занимаемся. Ну вот, посмотрите. Сейчас мы проводим акцию «Безумная Фемида». Цель акции – рассказать простым обывателям, за что они могут сесть, за что их могут оштрафовать. Это наша прекрасная Фемида приводит примеры дел, когда люди получали огромные штрафы или реальные сроки за мемчики в интернете, за картинки, за комментарии, за лайки, за какую-то ерунду. Я уже много лет занимаюсь общественно-политической деятельностью. Начиналось все с наблюдательского движения, с выборов, которые я начал контролировать. Потом появлялись разные другие проекты. Кроме всего прочего, мы проводили круглый стол, посвященный судьбе польских офицеров, которые были расстреляны, репрессированы в 40-х годах. Соколов Дмитрий Иванович, 1866 года. Приговорен 27.11.1937 года. Расстрелян. Здесь, три года назад, мы повесили табличку «Последний адрес». Она была посвящена Дмитрию Петровичу Данилову. Парню было всего 27 лет, когда его расстреляли. Жил он в этом самом доме. Администрация города Твери потом эту табличку демонтировала и потребовала согласований, потребовала кучу бумаг. Пока что эта история затормозилась, но вот сейчас я смотрю на это место. Здесь появились просто фотографии этой таблички, просто надпись, что здесь жил этот репрессированный человек. И сейчас появляются люди, которые готовы этим проектом заниматься, которые готовы как-то его реализовывать, которые готовы сохранять память. Это внушает оптимизм. Я уверен, что этот проект будет в Твери жить. И у него, конечно, есть большие перспективы память о тех тяжелых временах. Мне кажется, надо сохранять и приумножать. Ну и мое любимое мигалово началось с того, что мне позвонили мои знакомые. Паники. Артем, что делать? Вот у нас здесь под окнами деревья. Приехали, рубят. Давай что-нибудь придумаем. Я приехал сразу туда, посмотрел, как стоит дело. Действительно у людей был настрой, что-то делать, что-то предпринимать. Это было жизненно важно, сохранить эти деревья, несмотря на то, что их не так уж и много. Но они прям готовы были предпринимать активные действия. Я предложил этот план. Мы вместе этот план согласовали. То, что нужно обращаться во все инстанции. Нужно массово забрасывать все госорганы различными бумагами о том, что мы против. Мы не хотим, что нас перед этими не спрашивали, что эти деревья будут выражены. А тут будет построен торговый центр. Потихонечку удалось эту ситуацию сдвинуть. Власть нам обещала, что данная вырубка деревьев будет приостановлена до тех пор, пока идет судебное разбирательство. И все-таки чаша весов склоняется в нашу пользу, потому что договор аренды у той организации, которая планировала там построить торговый центр, заканчивается уже в декабре. Такое большое общественное внимание, и вот наши судебные процессы, пикеты и так далее, они помогут вообще стройку все это приостановить. Когда мы только познакомились, они были не очень хорошо настроены к оппозиции, думали, что мы все только балаболи, что мы ничего не можем толкового сделать. А сейчас я с ними разговариваю, и они уже совсем по-другому смотрят на нашу работу. Они говорят, что от каких-то оппозиционных движений есть серьезная польза, что мы действительно помогаем, и что это все действительно на благо народа. И если заниматься какими-то вопросами, если заниматься какими-то проблемами, то даже в той непростой ситуации, которая сейчас есть у нас в стране, можно сделать очень многое. Вы видите, вариантов, что делать, море. Возможностей для гражданской, политической, правозащитной работы очень много. Эта гражданская активность не обязательно связана с риском, и вполне может быть успешной. Все зависит только от вас, от вашей энергии, от вашей целеустремленности, вашего желания. А конкретные формы всегда можно найти. И примеры людей, которые уже нашли свой путь, я буду вам регулярно показывать. Ну, счастливо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok